Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Это видео я начну из сада. С утра пораньше у нас погода пасмурная была. Я решила воспользоваться ситуацией, когда не очень жарко, не печет солнце. Хотя на улице, знаете, так морило, но я все равно одела кофту, штаны, потому что на смену комарам у нас вылезла мушкара. Прям, знаете, облака такими тучами летают. Но в любом случае мне нужно было прополоть клубнику, и я этим и занялась. Мокрица просто заполонила все. Я, если честно, так жалею, что мы сняли укрывной материал, просто у нас так разлохматился, выглядел неопрятно, неаккуратно, что мы его убрали. И на следующий год мы уже будем обновлять клубнику. Делать это нужно, как говорит мама, где-то раз в 3-4 года ее обновлять. И вот уже закажем укрывной материал. Клубнику уже заказали, и будем все менять, потому что полоть траву в ней, видимо, почва еще такая, что вот мокрица, там просто плодится, размножается, заплела абсолютно все. Специально засекала время, потому что вы меня спрашивали, сколько я трачу времени на прополку грядки. Вот конкретно эта грядка, где куча травы заняла у меня 15 минут. Вот, и прополола я две грядки, у меня на это все ушло где-то полчаса. Вот эти две грядки я полностью очистила. Сейчас хоть видны ягоды, видна клубника, а то просто все было забито травой. И на завтра, на полчаса у меня вот эти грядочки идут. Вот, тоже их быстро прополю все, и с клубникой будет на этом все. Дальше уже, наверное, буду морковью заниматься. Смотрите, какая у нас погода. С утра сейчас прям пасмурно так, и я решила вам показать наш сад, потому что в солнечную погоду не так хорошо видно, как-то все получается засвечено, пересвечено. А сейчас вот он выглядит так. И пойдемте я вам покажу наш розарий. Открываются практически все розочки. Смотрите, какие огромные бутоны просто. Конечно, розы просто бесподобные, такие крупные шапки. И я вам сейчас расскажу, какое удобрение мы закладываем в эти розы. Долгоиграющее удобрение Асмокот. Заказывала его на сайте, где продаются профессиональные семена, американские семена. Американские семена я заказывала, сажала петунию несколько лет назад. И вот там же заказывала вот это удобрение. Называется оно Асмокот. Розы, конечно, просто бесподобные, шикарные. Есть разные цвета у нас в этом розарии. Радует он глаз. Сейчас еще не все розы распустились, но вот совсем скоро будет самое цветение. Обязательно вам покажу еще раз. Редактор субтитров А.Семкин беседкой покрыли уже пол в один слой. Сегодня еще в один будем покрывать. Другой немножко вот такой более интенсивный оттенок будет, как у той стены. В итоге мы решили, в общем, что сделаем просто такой бортик. И вон в той части аналогичным образом сделаем бортик и все засыпем корой. Здесь так классно получается уже. Я прям вижу, как развешу гирлянду в форме лампочек. Я думаю, вы видели на террасах в кафе, например, вешаю такие вот гирлянды, лампочки. И здесь будет супер уютно. Там будет у нас обеденная зона. Мы будем здесь кушать. Надо будет какой-то комод для посуды, для столовых приборов поставить. Здесь я хочу постелить коврик. Будет диван, кресло, столик. Будет зона отдыха. Ну вот, я наконец провела себя в порядок и взяла камеру и здороваюсь с вами лично. Сегодня у меня очередной просто турбо-день, потому что очень много чего нужно успеть, что я хочу сделать. И надеюсь, у нас с вами все вместе это получится. Сейчас вам хочу показать, какой урожай клубники. Я принесла с одной грядки. У нас еще ягоды только-только начинаются. И вот второй день я на завтрак собираю нам немного ягод. Вот видите, еще, конечно, совсем чуть-чуть. Но, тем не менее, уже своя. Вчера у меня девочки с йогуртом его ягодки ели. Сегодня с блинами. Я думаю, перебью со сметаной. И получится объедение просто. Мы уже позавтракали. Им не нужно перед прогулкой опять быстро закинуть суп. Ну, вот теперь вы знаете приблизительно наш распорядок, что за чем идет. Перед прогулкой я сейчас опять быстро поставлю им суп. Приготовлю куриный рис. Составляющие супа очень простые. Лук, морковь. Я все измельчаю в термомиксе. В это время нарезаю картошку. Взяла я две штуки. Закладываю в термомикс. Закладываю отварную курицу. Я в первом бульоне ее отвариваю. Сейчас вам хочу показать рис, который мне нравится использовать. для супа, но и в том числе для ризотто. Отправляю промытый рис, соль, заливаю все водой и оставляю готовиться. А в это время идем гулять. Девочки, вы хотите что, нужно покупать? Да? Я еще могу, да? Я не могу, да? Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу, да? Слушайте, у нас такая сегодня переменчивая погода. Сначала пасмурно, потом солнышко, так как и так было душно, жарко стало, поэтому девчонки меня покупали. Сейчас опять набежали тучи, ливень такой прошел конкретный. И мы ушли с прогулки, и я решила быстренько прибраться в цоколи. Что мне нужно сделать, это разложить все вещи по местам, освободить пол, потому что я включу робот-пылесос и, соответственно, протереть все поверхности. Поверхность ней, здесь просто раз-два я обчелся, и, конечно же, мои два хвостика прибежали за мной. Чуть не забыла, я хочу ответить на вопрос, мне кажется, просто номер один в комментариях. Это вопрос, во сколько же я ложусь спать, если встаю в 5 утра? Смотрите, девчонки, я ложусь спать в интервале 22-23 часа. Если, например, мы с мужем засиживаемся, допоздна, мы можем от 12 в час в принципе лечь. Естественно, в 5 утра никто вставать не будет, и я себя насиловать не буду. Я-то могу встать и в 6, и в 7 утра. Но вот в основном, чтобы день у меня прошел продуктивно, чтобы я много чего успела, я встаю рано. То есть в виде исключения, это, скорее всего, будет, знаете, там, пятница, например, вечер, да, или суббота вечер. Мы можем с ним так долго засидеться, и, конечно, потом я досыпаю эти часы с утра. Ну, а я уже переместилась в ванную комнату, которая находится у нас в цоколе. Это больше такое техническое помещение. Вот. И поэтому зеркало здесь очень часто забрызгано, потому что что-то моем. Я здесь обувь, например, мою и так далее. Ну, а девчонки, сейчас могу еще показать, чем занимаются мои девчонки, пока я убираюсь. Им на самом деле весело вдвоем, они чем-то все время заняты. Софика улеглась в таз, и она у нас сегодня малышка маленькая. Быстро протираю зеркало. Я протерла влажной тряпочкой, потом сухой все отполирую, ну, и включаю пылесос, чтобы он здесь у нас убрался, а мы перемещаемся с вами наверх. Девчонки, я прям вот уже совсем скоро вам покажу нашу новую мебель в гостиной. Но сначала мне нужно съездить в Икеа, купить вазочки, подносики, чтобы и консоль, и журнальный столик заполнить, потому что мне нечего на них даже поставить. И самое главное, я хочу купить торшер, еще один, который у нас есть, чтобы на консоли смотрелось симметрично. Не знаю, есть он или нет. Может быть, вообще вышел из ассортимента, потому что на сайте я не нашла. Хотела я поехать с утра, пораньше, в Икеа. Икеа у нас, знаете, просто в пяти минутах езды. Я думала, как раз девчонки у меня побудут с моей бабушкой, я быстро смотаюсь. Но мои девочки сегодня проснулись в таком прекрасном настроении, что у нас просто с самого утра у девочек выяснение отношений и дележка, поэтому я не стала их оставлять с бабушкой, потому что они постоянно пререгаются друг с другом. А сейчас я уложила Софию спать, и поэтому Лиза посидит с бабушкой, а я быстро смотаюсь в Икею. Ну что, телепортация у нас с вами прошла успешно. Я возила вместе с собой в Икеа. Хочу поснимать, показать вам некоторые интерьеры, которые особенно близки мне, моему вкусу. И давайте вместе погуляем, порассматриваем наполнение ящиков. В общем, так я люблю, особенно одна. Я не знаю, как ваши мужчины, но вот, например, если я иду с Лешей, он сначала, например, идет нормально, да, но потом его, видимо, нервы уже не выдерживают, он все быстрее пошли, быстрее, быстрее. Поэтому вот в такие магазины, знаете, где мне просто хочется погулять, отдохнуть, все порассматривать, лучше ходить или с подружкой, или одной, чтобы тебя никто не дергал, ни дети, ни муж, там не молодой человек. И я прям, в общем, пошла вместе с вами с память динамышленниками, погулять, отдохнуть, просматривать красивые комнаты, интерьеры. Посмотрите, какая нежная комната такая, наверное, девочки-подростка, там может быть 10+. Очень здорово все обставлено, и вот я всегда удивляюсь, насколько Икеа классно обставляет маленькие пространства, маленькие квартиры, и выглядит все очень здорово, стильно, такие решения интересные у них. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а теперь телепортация обратно домой, мне сейчас нужно быстро приготовить ужин, чтобы дальше вам показать нашу обновленную гостиную. Ужин сегодня просто супер быстрый, я уже поставила отвариваться рис. Сейчас закидываю, обжариваю очищенные креветки, и натираю на терке одну луковицу и одну морковку. Терка у меня Борнер, вы меня спрашиваете, или Борнер, как правильно, не знаю, где ее купить, посмотрите онлайн, потому что моей просто 100 лет в обед. Сейчас также обжариваю лук и морковь, все хорошо перемешиваем, и, в общем, у нас готовится. Как у нас только лук-морковь схватится, как раз в это время приготовится рис, рис перекладываем к овощам, все хорошо перемешиваем. Сейчас вам покажу соус и заправка. Значит, мы используем 30 мл соевого соуса, 1 столовая ложка вот такого остричного соуса, прям вот обязательно попробуйте, он не так дорого стоит. И вот такой рыбный соус, 1 чайную ложку добавляем, и вот этот просто супер вкусный рис. Если увидите, вот прям берите, не задумываясь, я вам гарантирую, вы останетесь от него в восторге. Добавляю разные соусы, все сейчас буду хорошо перемешивать, и, вы знаете, я забыла добавить яйцо, поэтому я сейчас отодвигаю и обжариваю 2 яйца, вот так вот быстренько перемешиваю, добавляю сушеный чеснок и сушеный имбирь, это специи, которые я сюда добавлю. Сейчас у меня яйцо схватится, я все хорошо перемешаю и просто увожу креветки обжаренные. Блюдо очень быстрое, но вкусное. Кто любит, знаете, такую азиатскую кухню, я уверяю, вам понравится. Ну все, давайте я вам сейчас быстро расскажу, покажу, что купила в Икеа. Взяла вот такой вот подсвечник, я его вообще сейчас очень часто встречаю в каких-то интерьерных картинках, фотографиях, и решила тоже приобрести. Буду где-то в зале размещать, в общем, увидим сегодня, куда я поставлю, на консоль или на тумбу под телевизором, в общем, посмотрим. Дальше я взяла вот такую свечу, она в пыльно-мятном таком, скажем так, как цвете. Я не планирую, знаете, ее сжечь, а чисто такая декоративная функция. Дальше вот такой милый будильник, пока тоже не придумала, куда я его подставлю, скорее всего, на консоль. Кстати говоря, я ездила за лампой, за ножкой, да, и вот за абажуром, и их на самом деле уже нет, видимо, они вышли из ассортимента. Взяла такие ретро-часы, будильник, у меня девчонкам уж больно понравилось, мы уже вставили батарейки, завели будильник, в общем, они ждут, когда он начнет звенеть. Дальше взяла две вазы, я сначала долго сомневалась, какую же брать, в итоге вернулась еще и за вот этой вазой. Такая, видите, у нее фактура, она в форме шара, небольшая, и я подумала, что вот в таком цвете, она просто идеальна, цвет, знаете, такой фисташковый, он вообще напоминает вот эти керамические баночки под соль, под, у меня там сахар, ну вы видели, да, на столешнице стоит, вот по цвету, прям вообще один в один, и я хочу поставить ее на обеденный стол, сейчас вам покажу. Вот такие у нас подложки, и мне кажется, что в принципе должно хорошо сочетаться, летом сюда буду ставить в эту вазу цветы, и все должно, в общем, соединиться в единую композицию. Дальше взяла вот такого цвета вазу, она уже, видите, идет глянцевая, то есть если вот это, ну, на камере она, конечно, бликует, но вообще она больше, скажем так, матовая, а эта прям такая вот, покрытая лаком, глянцевая, я ее взяла на консоль, мне кажется, что она, во-первых, хорошо будет сочетаться и с светом штор, и с лампой, которая будет стоять на консоли, и пледик, видите, тоже с ней бы хорошо сочетаться. Взяла еще вот такой плед, я не знаю, новинка это или нет, я почему-то раньше не видела, он бюджетный, что-то там в пределах 500 рублей он стоит, сейчас если найду, вот нашла, сейчас вам покажу его, вот так он называется, это на диван взяла. Также еще взяла две такие вот фейки, мне просто не хватало, их у меня есть какие-то кашпо, но не хватало вот именно таких, такой фейки, потому что я откуда-то забирала, там образовалось пустое место, вот докупила еще две штуки, и конечно же гвоздь программы, это, так аккуратно стоять, это вот такой ротанговый поднос, стоит он 1000 рублей, он из новой летней коллекции, сейчас я покажу вам его название, и вот такой вот артикул, название, можете посмотреть, они прямо у нас, в нашей Икеи, лежат на кассе, я прошла все Икеи, думала, где же они находятся, а вот где размещена прям летняя коллекция, там же злонги, подушечки летние, все, и вот там же находятся такие подносы, вообще универсальные, универсальные, его можно и на стол, и на журнальный столик, и мне кажется, он отлично подойдет, знаете, для лета, весна, осень, ну, на зиму нет, я заменю, а вот на эти три сезона прям идеально, мне кажется, и на осень здесь какие-то и тыковки, и все будет вообще прекрасно смотреться, натуральные материалы, так что я очень осталась довольна своим походом в Икею, вроде бы я ничего такого много не набрала, но вот прям действительно приятные покупки, то, что мне нужно. Так, девчонки, я вам сейчас ставлю фрагменты, моменты, как мы собирали мебель, как мы ее даже переделывали, и так что смотрите, и дальше мы будем с вами все уже расставлять по местам. Мама заказывает, а Леша все в общем собирает, собираем мы сейчас столик, потом консоль, все это мне пришло с сайта Ларидуд, цены вот именно на эти позиции, на мой взгляд, сопоставимы, например, с Икеей, где-то вот такой ценовой диапазон, и обязательно, девчонки, если вы что-то заказываете с сайта Ларидуд, ловите акции, скидки, у них постоянно есть какие-то промо-коды, которые дают от минус 30 до практически минус 50 процентов скидки, просто ждите, когда скидка будет побольше, и все, и тогда цены там в принципе абсолютно нормальные, конечно, есть там и очень дорогая мебель, но вот эти две позиции, я говорю вам прям вот по цене, как Икея, и в принципе по сборке тоже все аналогично, все выпилено, все комплектующие прилагаются, поэтому Леша в принципе быстро, без проблем все собрал, единственное, только что нам не подошел цвет, поэтому мы сняли вот этот вот темный цвет, и я все затонировала маслом, тем же маслом, которым тонировала, помните, мы делали сами тумбу под ТВ, и сейчас я вам покажу, что в конечном итоге получилось, вот смотрите, я нарвала пионов у нас в саду, и сейчас буду обставлять и наводить уют, смотрите, вот такой оттенок получился, мне кажется, он гораздо лучше, чем тот темный цвет, который был, но вот знаете, по фото просто не угадаешь, я думала, что будет вот как раз такой оттенок, и потом под этот оттенок я вообще подбирала масло для тумбы под ТВ, но вот видите, получилось как получилось, но тем не менее, мы вышли из положения, и я хочу вам дать такой совет, смотрите, если, например, для вас такая мебель это дорого, то вы можете купить какой-то базовый столик, типа как в Икеа серия лак, как у нас был столик в журнале, такой достаточно бюджетный, положить на него мебельный щит, как у нас лежит на тумбе под ТВ, а вот такие красивые уголки можно сделать при помощи молдингов приклеить, и все потом это вместе затонировать, ну а я тем временем, начиная декорировать, расставлять все, мне кажется, вот, например, ваза, про которую я вам рассказывала, покупка в Икеа, она прям отлично гармонирует, и с настольной лампой, и со шторами, здорово смотрится, кресло, мне кажется, сейчас немного лишнее, и перегруженная получается зона у телевизора, поэтому я немножко рассредоточу цветы, уберу горшок, уберу вот это кресло, чтобы было посвободнее, так вот, пространство мне не очень нравится, когда настолько забито, и нету вообще воздуха, и последнее, что мне останется в гостиную купить, это постеры, со всей этой карантинной историей, я не смогла заказать в магазинчике, в инстаграме, который нашла, где мне там понравились постеры, но сейчас они снова стали работать, снова стали отправлять посылки, поэтому прям вот в ближайших видео вы увидите, что я куплю, будет тоже такая очень спокойная цветовая гамма, я сейчас стилю плед, как он был, но в итоге моя душа не выдержала, и уже после видео я сняла плед, его прогладила, прям не знаю, коробили меня вот эти вот складочки, так что да, все, я потом разгладила и стала ровненько, аккуратно, и вот конечный результат, если бы вы знали, насколько я довольна, это вот просто мебель моей мечты, мне очень нравилось сочетание, вообще нравится сочетание белого и дерева, и я, к сожалению, вот у нас, например, там в таких магазинах не могла найти за какую-то приемлемую стоимость, вот, но на Ларидот нашла, пускай с небольшой переделкой, но все равно получилось прям вот так, как мне хотелось. Ну и по традиции вечером мы отправились на прогулку, это место находится совсем рядом с нами, за городом, под вечер погода опять разгулялась, хотя уже жара спала и, ну, вот так, зябко все равно на улице было. и, ну, надо, остаться не нюня, возможно, вам нравится? вон, 10, и, 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 Такая погодка сегодня хорошая, да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, что провели еще один день вместе с нами Обязательно подписывайтесь на канал Оставляйте ваши комментарии Ставьте лайки Мы увидимся с вами совсем скоро Всем пока-пока